Иван Иванова Снег является очень важным для наших садов, потому что обеспечивает влагой почву очень глубоко. Кроме того, снег является своеобразным термосом, не давая промерзать почве слишком глубоко. Впрочем, никакой надежды на 30 градусные морозы у меня лично пока что на эту зиму совершенно нет. И здесь возникает один важный вопрос, что делать со снегом в саду? Есть очень много разных мнений относительно того, утаптывать снег в саду или не утаптывать. Ну, я знаю разные мнения на этот счет, ну и вставлю свои, так сказать, 5 минут, наверное, в это дело, в это мнение. Когда говорят о пользе этого приема утаптывания снега, обычно упоминают три факта. Первое, это утепление, якобы создание лучшей такой тепловой подушки. Второе, это защита от мышей, мышевидных грызунов. Якобы они в этом случае будут меньше повреждать кору, подъедать эту кору. И третье, это удержание влаги в саду, что утоптанный снег хуже тает, медленнее насыщает почву влагой и деревьям больше достается. Ну, у меня на этот счет несколько иное мнение. Что касается мышевидных грызунов. Ну, они жрать будут кору и так, и эдак, да. Другое дело, что когда снег утоптан, они не очень предпочитают под такими деревьями делать ходы. Дело в том, что под корнями деревьев очень любят селиться не только кроты, проделывают там дома свои строят, прямо вот под мощной корневой системой деревьев, но также и всевозможные грызуны. То есть, просто, не то чтобы они не могут жрать кору, если снег утоптан, но они просто будут избегать таких мест при наличии каких-то других. Не будут именно норы там рыть, строить эти норы, повреждая таким образом корневую систему. Что касается утепления, то здесь как раз рыхлый снег играет роль термоса гораздо лучше. Считается, что один сантиметр снега задерживает тепло, сохраняет тепло на полградуса. Ну, если на улице минус 15, то на поверхности почвы будет минус 7 примерно, да, минус 8. Но как раз утаптывание снега убирает этот термос, не сохраняет, а убирает этот термос. И это неплохо. Некоторые избегают этого приема в отношении косточковых растений, говоря о том, что они рано вегетирующие и делают это, например, только в отношении яблони, утаптывают снег. Так вот, я делаю это в отношении косточковых в первую очередь, потому что они рано начинают вегетировать, рано просыпаются и первыми же попадают под возвратные весенние заморозки. И именно для того, чтобы задержать их развитие, мы делаем и искореняющую обработку с мочевиной, потому что мочевина способна задерживать цветение и развитие растений, но также и утаптывание снега. Именно для этого, чтобы снять вот этот эффект термоса. Поскольку минус 30 у нас не будет, корневая система не вымерзнет точно, поэтому утаптывание просто задержит хотя бы на 3-4 дня начало цветения и таким образом уведет от возвратных заморозков. Ну и что касается сохранения влаги, ну здесь так сказать, да, на самом деле сам вот этот процесс задержки вегетации связан с тем, что снег действительно медленнее тает и вода медленнее проникает в корневую систему и задерживается чуть дольше, лучше синхронизируется с вегетативными способностями, активностями самих растений. И в этом есть определенный смысл. В любом случае утаптывание снега не несет каких-то серьезных угроз вашим деревьям. И уж если так случилось, что этот снег выпал, почему бы этим приемом не воспользоваться и не получить вот эти пусть, ну не такие уже колоссальные преимущества, но все-таки определенные преимущества при плодоводстве, при выращивании растений в саду. Именно поэтому я вам рекомендую в ближайшие выходные или теперь, если как и у меня у вас тоже выходной в этот день, выйти в сад, вместо лыж, можно потоптаться вокруг деревьев, это и забавно, и весело. И как видите, есть определенная польза в этих приемах. На этом я прощаюсь с вами. До встречи. Хорошей зимы, хорошего настроения и хорошего здоровья. До скорой встречи.